Здравствуйте! В прямом эфире телеканала Алматы новости в студии Диас Махамбетов. И вначале коротко о главном к этому часу. Как в Казахстане намерены ужесточить требования к хостелам, куда заселяют студентов? Из-за непогоды школьников и студентов в Астане перевели на дистанционку. В Индонезии извергается вулкан, а Филиппины сотрясают подземные толчки. Есть жертвы. Столичные школьники перешли на дистанционный формат обучения. Все из-за сильного гололеда и ветра. Уроки перенесли в онлайн-режим у учащихся первой смены с нулевого по одиннадцатой классы, а также у студентов в колледже и вузов. Позднее в Министерстве просвещения сообщили, что ученики второй смены с нулевого по девятой классы в школу сегодня тоже не пойдут. Министр просвещения Ганим Бесимбаев отметил, что на качестве обучения это не скажется. В первую очередь это безопасность наших детей. Поэтому экстренные меры, которые принимаемые сейчас организациям образования, больше рассчитаны, чтобы обеспечить безопасность нашим детям. Касаемо качества, принимаются дополнительные однозначные меры. Вы помните, что в период ковида были организованы летние школы, каникулярное время, дополнительные занятия, которые помогают нашим детям восполнить, если имеются пробелы в знаниях, отрабатываться. Из-за сильного гололеда в столице за полдня произошло 72 дорожно-транспортных происшествия. Такие 100 данные предоставили в департаменте полиции. За медпомощью в травмпункты обратились больше 40 человек. В городском Акимате отмечают, что медики работают в усиленном режиме. Жители и гостей призывают не выходить из дома без крайней необходимости. А пешеходов быть предельно внимательными, переходя дороги. В Казахстане планируют ужесточить требования к хостелам, в которых проживают студенты. Об этом сообщил глава Министерства науки и высшего образования Сайсад Нурбек. Он подчеркнул, что договоры аренды хостелов, гостиниц и частных общежитий были заключены еще до создания профильного ведомства. Сегодня только в Алматы имеются соглашения с 85 хостелами. Напомню, ранее при пожаре в одном из хостелов мегаполиса погибли 13 человек, в том числе студенты. По факту ведется расследование. Теперь будем еще дальше увеличивать, усиливать требования к безопасности. Сейчас, вы знаете, создана специальная правительственная комиссия. Ждем заключения этой комиссии. И те хостелы в будущем и те текущие, которые заключают договора с университетами, высшими учебных заведениями, к ним будут еще добавлены, выставлены более жесткие условия по обеспечению безопасности. Между тем, больше половины иногородних студентов Алматы обеспечены местами в общежитиях. Такую информацию сегодня предоставил замакима города Арман Крыкпаев. По его словам, сейчас в мегаполисе обучается 199 тысяч студентов, из которых 124 тысячи прибыли из других регионов страны. Совместно с вузами проводится постоянная работа по обеспечению учащихся комфортными местами для проживания. Сегодня в городе функционирует 102 общежития, в которых проживают свыше 33,5 тысяч студентов. Мы подали заявление на получение общежития 66 тысяч студентов. То есть, исходя из этого, мы, соответственно, и строили работу совместно с Министерством науки и высшего образования. За этот год у нас 114 инвесторов, с которыми мы ведем сейчас активную работу. 47 объектов сейчас запущено. Из них вот 15 проектов, которые мы планируем завершить до конца этого года. То есть, здесь один объект строится на 980 койко-мест, это общежитие КБТУ и остальные. Это реконструкция непрофильных объектов. В мегаполисе также активно трудоустраивают молодежь. С начала года по результатам ярмарок вакансии работы обеспечивали 34 тысячи молодых людей. Из них свыше 27 тысяч трудоустроены на постоянные рабочие места, отметил замглавы города. Помимо этого, ведется работа по обеспечению досуга подростков. До конца года в мегаполисе откроется 8 молодежных комьюнити-центров. Для того, чтобы создать определенные инфраструктурные условия для охвата этой категории молодежи, мы создаем такие комьюнити-центры. Вышеуказанный комплекс мер позволит снизить долю молодежи ни с 8,3%, это 53,8 тысяч, до 7,3%. Это 47,3 тысячи за 11 месяцев 2023 года и согласно официальным статистическим данным. КСМЖ Мартукаев поздравил казахстанцев с Международным днем волонтеров. В праздник, утвержденный на 40-й сессии Ассамблеи ООН в 1985 году, призван подчеркнуть важность добровольного, безвозмездного вклада в помощь нуждающимся в различных сферах. Благодарю всех, кто участвует в общественно значимых мероприятиях, реализует благотворительные проекты, заботится о нуждающихся. В вашей созидательной деятельности проявляется подлинный патриотизм. Государство и впредь будет поддерживать волонтерское движение страны, отметил президент на своей странице в социальной сети. Отмечу, по инициативе главы государства 2020-й был учрежден годом волонтеров. Грузовые авто будут взвешивать перед въездом в Астану. Как сообщил вице-министр транспорта Саджан Аблалиев, эта мера обеспечит сохранность столичных дорог. Уже с октября Акимат начал строить шесть точек заезда автотранспортных средств в город. Автоматизированные станции измерения устанавливают согласно дорожной карте, разработанной несколькими ведомствами, в том числе Минтранспортом, МВД и столичным Акиматом. На сегодня силами 43-х передвижных постов контролируется 157 тысяч километров дорог, то есть на один пост приходится 5000 километров дорог. Поэтому в декабре 2022 года приняли закон, определяющий порядок работы автоматизированных станций измерения. Закон предусматривает установку оси на местных дорогах, а также обязательный проезд через оси транспорта грузоподъемностью свыше 12 тонн. И к мировым новостям. 11 альпинистов обнаружили мертвыми после извержения вулкана Марапи на острове Западная Суматра в Индонезии. Трех человек удалось найти живыми, еще 12 пропали без вести, но их поиски пока приостановили из соображений безопасности. Из района рядом с вулканом на сегодня эвакуировали 49 альпинистов. Напомню, крупное извержение произошло двумя днями ранее. Столб пепла достигал трех километров. Власти страны объявили второй уровень опасности. Индонезия находится в сейсмически опасной зоне в Тихоокеаническом вулканическом огненном кольце. В стране насчитывается около 130 действующих вулканов. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате мощного землетрясения на Филиппинах. В минувшие выходные на территории этой страны в течение двух часов произошло сразу 22 толчка магнитудой от 5 до 7,6. В результате на острове Минданао было разрушено несколько зданий. После сильного землетрясения власти активизировали предупреждение о цунами. Сообщается, что эпицентр залегал на глубине 32 километров и примерно в 20 километрах к югу-востоку от города Хенатуан. В нем проживает более 40 тысяч человек. Соседняя Япония также активизировала предупреждение о цунами на юго-востоке. Как заявляют местные метеорологи, сейчас опасность стихийного бедствия миновала. В Алматы пятые сутки еще 34-летнего Тимура Попова. В ночь с 29 на 30 ноября мужчина вышел из дома и не вернулся. По словам супруги, в 3 часа утра следующего дня на ее телефон пришел сигнал СОС с геолокации Талгар со смартфона ее мужа. После он уже не выходил на связь. Однако никто из знакомых в Талгаре его не видел, а полиция не нашла никаких следов мужчины по отправленному местоположению. Он был одет в темную куртку, синие джинсы, желтые ботинки. Рост 183 сантиметра, черные волосы, карие глаза, имеются залысины и носит бороду. Все, кто располагает информацией о местонахождении Тимура Попова, просят сообщить в полицию. 30 ноября около 12 часов ночи мой супруг, Попов Тимур Александрович, вышел из дома в Медеевском районе. Мы проживаем и не вернулся. Мы с детьми уже спали и не знали, что он ушел. Обнаружили его отсутствие утром, около 7 часов утра. В телефоне у меня была смс из приложения «Локатор» с геолокацией в городе Талгаре. Мы стали обзванивать друзей, знакомых. Никто не был в курсе, где он. В тот вечер 30 ноября с ним говорили по телефону брат и друг. Они говорят, разговор был обычным, в позитивных нотах, непонимаемых, где он. И на этом пока все. Увидимся вечером в 19.30. До встречи.